МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постоянно говорят, машинка испортилась, потому что накипь. Реклама нас пугает, а мы платим деньги. Поэтапно каждый из пунктов мы сейчас рассмотрим. Первое, друзья, это фильтр сливного насоса. Традиционно фильтр сливного насоса находится вот под такой нижней панелью. Он в некоторых машинах открывается очень легко. Да, просто нажимаем кнопочки и вынимаем. В этой машинке пришлось воспользоваться плоской отверткой, дабы немного подковернуть и снять вот эту панельку. Вот смотри, это и есть фильтр сливного насоса. Для чего он? Он необходим для того, чтобы фильтровать все загрязнения, которые могут быть в наших вещах. Необходимо открыть этот насос и почистить его. Иначе забивается он, не пропускает через себя воду, и со временем наш насос выйдет из строя. Внимание, он стоит минимально 400 гривен. Причем я столкнулась с тем, что как только гарантийный срок действия стиральной машины закончился, у меня первым делом вышел из строя этот насос. И мне действительно пришлось заплатить 400 гривен. Все может быть гораздо дороже, друзья. Забит насос, вода пошла через верх, и ваши соседи просят вас оплатить им их дорогостоящий ремонт. Но вот это вот не сам насос, это только крышка фильтра. Крышка, да. Непосредственно внутри находится тот фильтр, который я сейчас всем вам покажу. Машинка работала 2,5-3 года, друзья. Туда никто не заглядывал. Мы берем или тряпочку, или даже подставляем мисочку какую-то специально, потому что там бывают остатки воды, и вода такая застоявшаяся. Запах, сразу вам говорю, может быть неприятным. Приступим. Мы хорошенечко вот так откручиваем его. Вот. А теперь, друзья, внимание. Па-ва-ва-вам. Тут и плесень, тут и... И запах не очень, я вам сразу скажу. Как часто нужно чистить фильтр? Если стираем шерстяные вещи, мы должны делать это после каждого цикла стирки. В любом случае мы периодически раз в один месяц, в два месяца открываем, чистим, все хорошенечко там и закрываем. С насосом у нас все будет в порядке. И это был первый враг нашей стиральной машины. В фильтре может быть даже мелочь встречаться, да, там одна копеечка, две копеечки. Но чаще всего мелочь мы, в том числе с плесенью, можем находить в одной очень интересной части нашей стиральной машины. Как вы думаете, о чем идет речь? Есть такая часть машинки, она резиновая, да, называется она манжета. Она скрывает в себе очень много секретов. Давай попробуем что-нибудь найти. Опа, смотри, 25 копеек тебе. Да, отлично. Но, в принципе, никто туда специально мелочь не закладывал. Конечно, нет. Есть проблема в другом, что мы не проверяем свои вещи очень часто, перед тем, как кладем их в стиральную машину. Там могут быть монеты, веревки всякие интересные, которые могут запутаться. Там может быть скрепка, которая будет прокалывать манжету, повредит ее, и вода будет просачиваться и затекать в общую систему. Нам же это не нужно. Вернемся к плесени. После каждой стирки мы вот так вот открываем манжету, берем тряпочку и хорошенечко протираем, дабы плесень там не оставалась. Обязательно нужно после каждой стирки оставлять открытой дверцу. При том, очень важный момент. Открываем всего на одну треть, потому что традиционно дверка стиральной машины крепится вот на таких вот силуминовых креплениях. Они недостаточно прочные, и любой человек, проходящий мимо, задевает активным движением, и в итоге мы можем сразу же выкладывать 400 гривен, для того, чтобы их отремонтировать. Хуже того, если у нас падает сама дверка, там каким-то образом повреждается, трескается стекло, минимум 600 гривен. Поэтому, когда оставляем на проветривание, мы открываем вот так вот на одну треть дверку и в таком положении ее оставляем. С плесенью мы тоже разобрались. Но есть еще одно место, где появляется грибок и плесень. Как ты считаешь, где в стиральной машине? В стиральной машине? Ну да. Как вы думаете, где? Там, где находится у нас порошкоприемник. Казалось бы, там постоянно есть моющее средство. Но там же постоянно есть и влага. А есть влага, значит, есть плесень и есть грибок. Сейчас покажем, как это выглядит и как это происходит. Обратите внимание, вот особенно с этой стороны, какая красота здесь у нас с вами находится. Это обязательно нужно чистить. Грибок размножается со скоростью 250 миллионов спор в сутки. Зачем же этим дышать? Мы же открываем это постоянно. Берем тазик с водой. Кладем туда наш порошкоприемник. Берем средство для борьбы с микробами в унитазе. Хлоросодержащие. Иначе не справимся с этим. Советуют один к одному. И вот так вот хорошенечко это все заливаем. Одного замачивания будет мало. Мы берем старую щетку зубную. И хорошенечко после того, как где-то постоит 2-3 часа, ну минимум час, наш порошкоприемник начинаем тереть. И таким образом убираем все отложения, которые абсолютно не нужны нашей стиральной машине. Отверстие, где находится порошкоприемник у нас, также нужно чистить щеткой. И в данном случае мы можем использовать аналогичное моющее средство, но чистить очень аккуратно. Потому что вода сюда поступает посредством различных резиновых патрубков. Если мы используем очень такое мощное моющее средство, оно его разъест так же. Берем щеточку, берем немножечко средства и начинаем чистить это хорошенечко. Как часто нужно проводить вот такую борьбу с плесенью? Раз в один-два месяца. Ну и теперь самая страшная проблема. Самая дорогая проблема. Потому что накипь приводит к тому, что у нас ломается тен. Тен – это теплоэлектронагреватель. А тен обычно стоит 30-40% от стоимости вообще всей стиральной машины. Чем она дороже, соответственно, тем дороже эта поломка. И поэтому с накипью нужно разобраться. Что такое, в принципе, накипь? Это отложение солей, кальция и магния. Со временем, когда накипь постепенно у нас появляется вокруг тен, увеличивается количество электроэнергии, которая расходуется для стирки. И вот функцию, которую тен выполняет традиционно, ему выполнять становится все сложнее, сложнее, сложнее. До того момента, пока он практически не выходит из строя. Но мы его видим, этот тен? То, что я буду сейчас делать, я не рекомендую делать в домашних условиях. Но мы заглянем практически в сердце стиральной машины. Посмотрим, как она устроит. О! Предварительно, перед тем, как показывать вам, как выглядит тен, я его уже демонтировал. И вот... То есть на самом деле он не там находится? Он находится вот здесь буквально. Вот, да? И там даже видно остатки накипи. И вот посмотрите, как выглядит тен данной стиральной машины. Еще немного, и этот тен, он выйдет из строя. Владелец этой стиральной машины платит на 20-30% больше за электроэнергию, когда использует эту стиральную машину. И в ближайшем будущем ему нужно готовить денежки на замену вот этой вот детали. Увеличение электроэнергии из-за того, что накипь на нем... Расстояние увеличивается. Ну, то есть сложнее тену насчет вот этих лишних слоев нагревать воду. Если ему сложнее, ему для этого нужно больше усилий, соответственно, больше электроэнергии. Стирка становится дороже. Правы те производители, которые рекламируют свои средства для того, чтобы накипь удалить. И нам нужно срочно бежать их и покупать. В состав любого разрекламированного и новомодного средства для защиты стиральных машин входит 90% — это триполифосфат. Килограмм триполифосфата стоит 4 гривны. А мы платим 80 гривен за средство, которое на 90% состоит из триполифосфата. Так ничего себе! А почему так дорого получается? Ну, понимаешь, упаковка, коробка, она дорогая. На самом деле триполифосфат действительно борется с накипью, которая образовывается на тене. Он априори не может растворять соли и карбоната. Он может смягчить воду. А чтобы понять, насколько нам нужно смягчить воду, друзья, мы должны лабораторным методом проверить жесткость нашей воды. Если мы добавляем мало средства, оно нам не помогает. Если мы даем его слишком много, оно оседает на наших вещах, мы это носим, все через кожу попадает к нам в организм. Как же все-таки с накипи бороться? Есть хороший метод, проверенный временем, которым, кстати, активно пользуются многие старожилы сервисных служб, занимающихся стиральными машинами. И мы сможем дома самостоятельно сделать чистку тена от накипи. Как ты думаешь, что это? Лимонная кислота! Да, лимонная кислота. Мы ее засыпаем в наш порошкоприемник, ставим в режим стирки такой на полтора-два часа, при этом температуру выставляем градусов 80-90. Ого! Да. И в холостую, без всяких там вещей, ставим стирку нашу. Какое количество лимонной кислоты нужно взять? Необходимо взять 200 грамм. По-моему, по деньгам это выходит гривен 8. Ну, 10 от силы. В принципе, очень недорого получается. Друзья, поскольку лимонная кислота достаточно агрессивна тоже, мы можем делать это только раз в год. Но этого достаточно для того, чтобы наш ТЭН был в прекрасном состоянии и не выглядел вот таким вот образом. Спасибо, Тарас. Теперь мы знаем, как продлить срок службы нашей стиральной машины и при этом сэкономить. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации. Продолжение следует...